Теплый весенний день. Распускаются почки деревьев, играют дети во дворе. И такую вот приятную картину портит лишь одно – гора мусора. Старая деревянная мебель, большие негабаритные мешки и спиленные ветки деревьев лежат посреди двора уже больше месяца. Вначале они загораживали дорогу, из-за чего машины робко прижимались к гаражам. Сейчас же мусор свален большие кучи. Но это не успокаивает жителей домов. На заднем фоне вы уже видите, что большое скопление идет мусора. Этот мусор уже как бы давно уже складируется. Была надежда, что все-таки он уберется со временем. Пришлось делать посты в социальные сети, чтобы больше внимания привлечь к этому. Жители писали уже во все инстанции – и в жилищную инспекцию, и в администрацию города, и даже в прокуратуру. Ответа не получили, а гора тем временем все больше. И в нее уже добавились торчащие гвозди. А ведь рядом с мусорной площадкой – школа и детский сад. Это постоянно происходит, что как бы уже терпение просто-напросто закончилось, поэтому и начал выкладывать в соцсети и делать обращения. В августе прошлого года точно такая же гора мусора здесь горела ярким пламенем. Тогда мусор, говорят, подожгли после многочисленных обращений. На трубах около мусорных контейнеров следы пожара видны до сих пор. Повторение этой полукриминальной истории местные жители не очень-то и хотят. При этом управляющая компания заявляет, что делает все от нее зависящее. Сотрудники складировали разбросанные мусоры в одном месте. И теперь дело за Экопронском. Представитель же регионального оператора нам сегодня заявил, что сами площадки они очищают регулярно. А то, что лежит за контуром, не их зона ответственности. А вот если надоевшую всем гору кто-нибудь вдруг переместит контейнером, большую часть мусоровозы все-таки вывезут. Полина Власова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».